Всем здравствуйте! У нас очень интересная и важная информация. Я сразу заранее говорю, что буду признательна, если вы расфорсите эту историю, это видео, поделитесь в соцсетях, расскажете своим знакомым, покажете своей подружке, своей дочке или своей маме, которая в каких-либо отношениях в Турции находится с каким-то турком или вообще с личностью другой национальности. Это вообще относится история ко всем, кто едет куда-то за границу, кто сталкивается. С этим можно столкнуться у себя на родине и так далее, но здесь особенности менталитета. История происходила буквально недавно, последние два месяца здесь, в Стамбуле, откуда я и вещаю. И хочу вам сейчас зачитать историю, которая завершается, слава богу, завершается благополучной историей. Прежде чем хочу начать рассказ своей истории, я хочу сделать обращение к аудитории в социальных сетях, медиа, кто предпочитает обвинять жертв в вопросах харассмента. По моему мнению, в краткосрочной перспективе это снимет с вас тревогу, напряжение и мысли о том, что уж со мной, моими детьми или близкими, такого точно никогда не произойдет. Эти девочки и мальчики, испытавшие на себе харассмент, сами виноваты, демонстрируя провокационное какое-либо поведение. Как всегда говорят, жертва сама виновата. На самом деле, отрицание существования данного явления приводит только к увеличению количества жертв, столкнувшихся с харассментом, и может каждый в самый неожиданный момент попасть в подобную ситуацию. Итак, я украинка, мне 30 лет и с марта 2022 года проживаю на территории Турции, так как в результате боевых действий в стране мой родной город Мариуполь полностью разрушен. Заранее отвечу на вопрос, почему мой выбор пал на эту страну. В мирное время мне приходилось регулярно посещать Стамбул по вопросам работы в сфере международных продаж. Теперь во время войны Турция ближайшая по расстоянию страна, которая принимает граждан Украины, но также позволяет им рассчитывать только на свои силы. Сознательно не получаю статус беженца и не претендую на соцвыплаты. Считаю, что большинство переселенцев, нуждающихся в помощи, гораздо нуждаются больше, чем я. Тем не менее, события, связанные с массовыми бомбардировками, нанесли ущерб моему здоровью, и к октябрю я стала наблюдать выраженное понижение артериального давления на фоне высокой частоты сердцебиения, что в итоге давало головокружение, упадок сил, которых едва стало хватать даже на элементарное передвижение и ходьбу больше 5 минут. В общем, девушка стала себя чувствовать очень плохо физически. Я обратилась в ближайшую клинику района Эйюб-Султан в Стамбуле, Рами Хастанаси. Я не буду сегодня видео зачитывать, называть имя врача и показывать его какие-то данные фотографии, потому что дело еще сейчас не закончено. Я могу попасть под статью о клевете, если он подаст заявление. Но название больницы я вам назвала. Кому нужно, погуглите и почитайте истории. Возможно, кто-то с этим уже сталкивался. Ничего не предвкушало опасности. Терапевт после первичного осмотра отправил у меня неотложку на процедуры, капельницу, дополнительные обследования. Далее я поступила в отделение кардиологии этой больницы, где меня встретил главный герой истории, заведующий отделением, оперирующий кардиохирург. На первом же сеансе в процессе сбора анамнеза я стала получать комментарий о том, что у меня привлекательная внешность, высокий рост, красивые телосложения. Но я на что ответила, что у меня из носа льется вообще-то кровь. Я едва вас слышу из-за пульсации. Давайте сосредоточимся на этом, а не на внешности. И мы проследовали к аппарату УЗИ в его кабинете. Врач детально обследовал строение сердца, сообщил, что структурных изменений у меня нет, которые могут повлиять на работу сердца. Но моя задача повысить артериальное давление. Вставая с кушетки, меня немного качнуло из-за потемнения в глазах. Доктор меня поймал. Но в этот момент я поняла, что он находится в возбужденном состоянии. Посчитав, что возможно, мне показалось, я прошла к его столу получить рецепт на медикаменты. Кто лечился в Турции, наверняка знает, что лекарства сильного действия, а также антибиотики, невозможно купить без рецепта или визита к врачу. Я получила список препаратов, которые включал в себя пометившие витамины и омегу. После чего этот доктор сказал, приходи на прием через два дня, ориентировочно в 16.00. Я тебе принесу эффективный препарат, который наверняка лучшее твое самочувствие. Однако он не продается в Турции. Я его покупаю зачастую, сам заказываю сейчас. Остались у меня как раз запасы. Так, здесь я как живущий в Турции остановлюсь. Это история незаконная. И на подобные, скажем так, уловки вообще никогда нельзя соглашаться. Это запрещено. Вам могут вообще, ну на самом деле, принести какие-либо психотропные сложные препараты, либо наркотики, сделать типа а-ля закупку. И вас могут вообще подставить и посадить за приобретение, там, не знаю, распространение, все разные статьи. Понависеть по продаже, приобретению, употреблению наркотических средств. Поэтому я вам внимание сразу говорю, если вам такое предложение поступает, ни в коем случае не соглашаемся. Поэтому существуют рецепты. Никто из-под полы здесь ничего не продает. И если бы представим, что такое бы могло быть, этот бы человек никогда в свой кабинет бы на рабочем месте это продавать не стал. Потому что пишут камеры, все отслеживается, кто когда приходит на какой прием и тому подобное. Слишком это можно, короче, наследить очень сильно. Наступает день Х, я прихожу в отделение. Доктор, увидев меня, ставит меня в конец очереди за всеми пациентами и просит подождать. Накануне конец рабочего дня клиники. Я была возмущена тем, что передать медикаменты после двух минут осмотра вместо этого мне предстояло ожидать полтора часа в очереди. Сопоставив все факторы, я принимаю решение включить камеру телефона и вести запись приема. В итоге я попадаю в кабинет, врач интересуется моим самочувствием, закрывает дверь на замок, крупным капслоком здесь написано, и направляется снова к аппарату УЗИ. Со словами, сегодня мы сделаем несколько дополнительных тестов. После УЗИ сердца последовало УЗИ щитовидки печени почек. Убедившись, что все в порядке, доктор предлагает мне массаж. Я спокойно говорю нет и спрашиваю про следующий тест. Следующим тестом оказалась проверка защемления позвоночника в области лопаток. В конечном итоге врач переворачивает меня на кушетке лицом вниз и садится на меня сверху на бедра, сгибая мои руки за спиной в локтях, соединяя в замок и держит своей рукой. Нормальный такой кардиолог и остеопат, я смотрю он сразу. У меня уже, знаете, кипит внутри. На спине у меня находится старая травма, которая при пальпации дает сильную боль. Вторую руку он давит на спину, отчего я начинаю визжать и материться от боли. В этот момент кладет свою руку мне на шею, двигается вверх к голове, после чего запускает пальцы в волосы. Далее он отпускает мой замок рук и сидя у меня на бедрах кладет свою голову мне на спину и делает глубокие вдохи, чтобы ощутить запах кожи и в итоге прикасается к моей коже на спине губами. Я просто опешила, все это происходило очень быстро. Я спрашиваю, с вами вообще все в порядке? На что доктор отвечает, извините, ты просто очень красивая. Я резко вскакиваю, преодолевая головокружение и одеваясь, кстати, напоминаю, у девушки сердечная недостаточность, если что. Врач что-то говорит, но я не слышу, и в итоге он пытается меня обнять, прижать к себе. Я начинаю сопротивляться, отталкиваю с фразой «пардон, пардон», начинаю кричать. Камера телефона фиксирует весь процесс. Далее он говорит, твои медикаменты вот они, подводит меня к столу, достает начатую упаковку «Гутрон». Говорит, препарат не продается в Турции, более того, как я выяснила, он еще и не лицензирован здесь в стране. Я понимаю, что после произошедшего пойду в полицию. Я забираю медикаменты, как вещдок, и вылетаю из госпиталя, как пробка из-под шампанского. Какое-то время у меня заняли поиски адвоката, подача заявления и составление протокола. Но уже сейчас дело близится к завершению. Врач отстранен от практики, больница уведомлена об инциденте и направлено обращение об его отзыве и лицензии. Подводя итог, обращаюсь ко всем девушкам. Какие случаи не должны замалчиваться? Отсутствие публичного порицания наказание дает возможность извращенцам продолжать свои действия, ощущая безнаказанность. Абсолютно подписываюсь. Если вы иностранкой столкнулись с подобной ситуацией в Турции, не бойтесь обратиться в полицию. Контакты адвокатов и переводчиков вышли любому, кому потребуется помощь. Если нужно будет, у меня почта этой девушки есть, я вас могу связать. Вот такая интересная, ужасная, но интересная история. Интересная тем, что девушка расписала все очень подробно, что как происходило. И, пожалуйста, не скрывайте это. Я сразу дополню, мы с ней об этом переписывались. Она абсолютно права, она и с адвокатом на эту тему общалась. В Турции довольно-таки популярна эта тема. Не супер прям много, да? Но такое встречается, вот так скажем. Это не редкость совсем. Это бывает очень много где, на самом деле, в других странах. Я вам оставлю, наверное, выпуск редакции Пивоварова. Там был выпуск огромный на час расследования. Потому что, к сожалению, в патриархальных и закрытых семьях турецких девочка не может или девушка, или женщина прийти к мужу, или к отцу, к родителям, сказать о том, что ее домогались, или же было какое-то подобное нападение. Это АИП сразу. В этих семьях, при таком воспитании, очень часто именно вот эта догма существует, что жертва сама виновата, сама спровоцировала. Если мы берем вот этот момент где-то религиозный, культурный, ты должна себя так вести, не провоцировать людей на какие-либо негативные, неприятные, опасные действия в отношении себя, своей чистоты. В общем, все благоествует о том, что ты сама спровоцировала, сама виновата. Поэтому девочки не могут прийти об этом рассказать, не могут довести до конца наказания и наказать человека, который распоязывался. Это вообще ненормальный человек, как девушка написала, извращенец. И вообще это нездоровая история. Поэтому здесь Турция такое есть, бывает, но с этим борются. Есть адвокаты, но это мы берем, если Стамбул крупный город. Если это провинция, я думаю, что там этого гораздо, конечно, больше, о чем не говорят, умалчивают, делают вид, что этого не происходит. Если у вас есть подобные истории в ваших странах, можете рассказать, напишите. Как минимум, это уже часть терапии, когда ты рассказываешь о своей проблеме, тебе уже становится легче. Все равно это интернет, это отчасти анонимно, если у вас аккаунт не со своей фамилией и именем. Напишите вам, может быть, выучу, почувствуете поддержку в комментариях об этом. Станет вам немножко на чуточку легче. Анатолику, я вообще, девушке, пожалуйста, солидарна с автором письма истории. Пожалуйста, не замалчивайте, это очень важно. Надо об этом говорить. Спасибо вам всем за внимание. Жду ваших комментариев, лайки, распространите видео в соцсетях, особенно кто касается Турции. В Турции бывает или ездит, имейте в виду, что такое может быть. И не только в больницах, в других каких-то учреждениях или таких людей. Мужчина таких, можно нарваться. И там может быть какой-то там, я не знаю, ухажер, жених или еще кто-то. Имейте в виду про вот это вот насилие. Если кому-то нужна психологическая консультация, то в инфобоксе я оставляю свою почту. Напишите туда тема письма консультации, а мы с вами свяжемся в скайпе. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok